В каком плане будут реализовываться эти инициативы по улучшению нормативно-правовой базы? Все-таки проблемы с нормативно-правовой базой, наверное, есть. Я бы хотела попросить Александра Трукова, управляющего директора в блоке инвестиционной деятельности InvestWeb, группы компаний WebRF. Если можно еще раз, Александр, вот здесь ландшафт инвестиционный. Как вы видите возможности этого промышленного ВЧП как механизма обеспечения технологического суверенитета? И вот если можно как эксперта все-таки дать оценку, а готовы ли банки на это проектное финансирование? То есть как вы видите, есть ли в этом ограничения вне инструмента? Евгений Евгений, спасибо за вопрос. Он прям, как это называется, не в бровь, а в глаз по поводу проектного финансирования. Потому что, в принципе, вот эта вот идея использовать инструмент ВЧП в промышленности, где, казалось бы, проекты, как правило, частные, бизнес-ориентированные, коммерчески эффективные должны быть. И вдруг мы, используя уже много лет концессии, не так активно закон о ВЧП, но в целом, в широком смысле, государственное частное партнерство для решения государственных задач, начинаем сейчас активно обсуждать более активную, более важную роль государства в промышленности. То есть для того, чтобы государство, говоря, что какой-то конкретный проект действительно сейчас важно и нужен, брало на себя уже не просто какое-то снижение стоимости, например, заемных средств, таких инструментов сейчас очень много у государства, а еще и помогало проекту закрывать риски. И, в общем, как раз вот потребность и запрос со стороны банков, когда промышленные проекты приходят за проектным финансированием, не собираясь быть структурированными по государственному частному партнерству, и учитывая, что с начала прошлого года несколько у нас изменились условия ведения бизнеса, и я сейчас чуть подробнее логику эту постараюсь, ну, по крайней мере, своим мнением поделиться. Банки говорят, что да, сейчас иностранные технологии, поступление их ограничено, соответственно, есть российские технологии, есть масштабная программа Минпрома по финансированию НИОКа, собственно, которая нацелена на то, чтобы выращивать российские технологии. Теперь вопрос в том, как вот из выращивания перейти уже их промышленное внедрение. И здесь банки, которые активно, активно на рынке проекта финансирования, позиция предельно понятная, не могу сказать, что всеми одобряемая, но она обоснованная. Позиция такая, что если эта технология не имеет широкой промышленной адаптации, то есть не имеет практики хорошей, понятной, эффективной практики внедрения, то банки с огромным скепсисом смотрят на такого рода проекты, поскольку при их реализации, естественно, будут ли они выполнены в срок, запустится ли срок производства, все ли оборудование будет сделано, еще масса-масса рисков, которые, уверен, что вся аудитория прекрасно понимает, они могут быть реализованы. Поэтому, если государство, Константин, подводя итог своему выступлению, сказал, что если государство принимает решение о том, что нужно поддерживать этот проект, то, значит, каким бы он тяжелым ни был, то более гибкого и более понятного инструмента, чем ГЧП, сейчас, наверное, с точки зрения разделения рисков, наверное, на рынке не существует. Я коротко немного усеку презентацию, потому что Константин многое уже сказал. Про существующие меры поддержки, я думаю, говорить смысла нет. Вот по поводу, несколько слов хотел сказать, по поводу запуска промышленных проектов, как вообще мы себе вот видим вот эту эволюцию, что ли, мер поддержки, и как туда хорошо и правильно имплементируют сейчас инструменты государственного частного партнерства. То есть на определенном этапе государством были созданы понятные меры поддержки, они все были нацелены на реализацию я сейчас в первую очередь про крупные капиталоемкие промышленные проекты говорю, которые во многих отраслях реализовывались с применением иностранных технологий. Технологии отработаны, процессы понятны, поставщики известны, есть иностранные лицензиары, которые выполняют в проектной части именно в проектной смертной документации всю инжиниринг, весь базовый инжиниринг, они берут на себя риски соответствующие, банки привлекают необходимых консультантов, в том числе иностранных, которые подтверждают, что да, вот за эти деньги, вот в эти сроки, вот с этими технологиями проект будет реализован, и страховые компании готовы брать на себя по проектной финансированию тоже соответствующие объемы рисков, ориентируясь на то, что по таким технологиям точно никаких сбоев быть не должно, потому что практика очень широкая. И все это вот так реализуется, в этом смысле задача государства была снизить стоимость средств заемных, и государство с этим справлялось для промышленности, это и фонд развития промышленности, это и отраслевые программы субсидирования, в прошлом году, как мы с вами понимаем, все это несколько видо изменилось, мы стали ограничены вот импорт технологий, государство отреагировало новыми мерами поддержки кластерной инвестиционной платформы, промышленной ипотекой, но вот этот вот вопрос по тому, что как-то надо с банков снять риски по новым технологиям, он пока остается нерешенным. В этой связи вот как раз ГЧП, позволяя распределить риски между всеми участниками именно так, чтобы каждый участник, который обладает наибольшей компетенцией, либо наибольшими финансовыми возможностями, мог брать на себя соответствующие виды рисков. Соответственно, вот эту гибкость обеспечивает как раз государство-частное партнерство. Мы очень условно разбили все роли возможные государства в зависимости от тех видов проектов, государство поддерживает. Когда изначально Минпром представлял небольшое отступление сделаю, представлял кластерную инвестиционную платформу в ее изначальном концептуальном виде, то мы уже тогда начиная обсуждать ГЧП применения в промышленности допускали мысли, что кластерная инвестиционная платформа будет тем универсальным таким средством, которое позволит не только стоимость проекта, стоимость заемного финансирования снижать, но и риски закрывать. Потому как предполагалось, что будут поддержаны низкорентабельные проекты и даже неокупаемые проекты со всем различными инструментами, комплексом инструментов, включая субсидии процентных ставок, то, что сейчас абсолютно эффективно реализовано, гарантии, в том числе гарантии веба и дополнительные меры поддержки. Все это должно было быть имплементировано в кластерную инвестиционную платформу, она, видимо, развивается поэтапно, сейчас вот снижение процентной ставки реализовано и здесь государство выступает как финансовый партнер. Но во всех промышленных проектах, которые целесообразно, как нам кажется, реализовывают по ГЧП, то это роль государства как финансового партнера, роль государства как финансового потребителя и роль государства как Дэнферорисков, она так или иначе везде сплетена, вопрос просто там, где для банков кажется наиболее системным риск сбыта, то соответственно, там превалирует при структурировании ГЧП-промышленности роль государства как потребителя. Там, где вопрос в принципе в реализации проекта и выхода на проектную мощность, то есть тех самых технологических рисков, там государство берет на себя функцию демпфирования, снижения, управления этими рисками. Если теоретически представить, как это выглядит, эта схема стандартная ГЧП, структурирование промышленного проекта по ГЧП, на федеральном уровне, в такой модельной истории, федеральным публичным партнером является Минпромторг, процедуры, которые закон 124-й о государстве частного партнерства прописывает, они по ряду проектов уже отработаны, скорее по инфраструктурным, либо которые очень условно можно промышленным назвать, больше, конечно, инфраструктурная часть, но публичные партнеры знают, как по этому пути идти, пока не так хорошо, как по конце, не так уверенно, не так оперативно, но практика уже определенная есть, и ее, очевидно, будет с каждым годом все больше. с точки зрения обязательств, которые берет на себя публичный партнер, они аналогичны классическим инфраструктурным подходам ПГЧП, то есть это либо софинансирование, например, в форме капитального гранта, либо создание объекта. На инфляционной стадии это может быть минимальный гарантированный доход, вот примеры проекта Константин тоже приводил, такие, где можно либо риск сбыта закрывать, либо риск сырьевой, соответственно, и это, наверное, самая главная функция государства здесь в честь финансов. Мне кажется, что всех присутствующих интересует абсолютно точно, какие виды расходов могло убрать на себя государство. Более предметно, я могу сказать, может быть, не очень удобно, а вы все-таки представитель института развития. Что могло быть интересно для государства с точки зрения финансирования таких проектов, рисок финансирования? Я тогда предложил примеры конкретных видов риска, которые, каким образом, какой из видов риска государство может закрывать по закону ОГЧП. На инвестиционном, вот, условно, разломнем два этапа инвестиционно-эксплуатационный проект, соответственно, инвестиционном этапе ключевыми рисками является риск роста стоимости строительства и риск сдвига сроков для банка, сроков ввода в эксплуатацию, потому как к ним привязаны соответствующие платежи в пользу банка. Здесь существуют разные подходы, это только один из тех, что мы к своим проектам сейчас применяем. Для риска роста стоимости строительства как один из вариантов предлагается следующий алгоритм, если рост стоимости в пределах того резерва, который заложен в проектной документации 5-10%, мы предлагаем этот риск верить на себя частному партнеру. Соответственно, риск роста стоимости свыше вот этого порога, но до у нас по практике то, что мы структурируем, это 30%, но это зависит от масштаба проекта, от сложности и от новизны технологии, которая в нем применяется. здесь могут быть разные величины, но от 10 до 30 в принципе такая величина, в которую как правило проект должен быть уложен с точки зрения риска роста. Кроме каких-то хорс-мажорных обстоятельств, соответственно, вот этот вот грейп 10-30 предлагается переложить на публичного партнера. Ну и соответственно, если рост стоимости проекта составит уже более вот этого порога, например, более 30%, то предлагается это к особым обстоятельствам относить и уже по итогам переговоров публичного партнера и честного решать, что дальше делать с проектом. По риску сдвига сроков на инвестиционной стадии предлагается имплементировать в соглашении ОГЧП автоматический платеж публичного партнера. На эксплуатационном этапе такими, наверное, самыми чувствительными рисками для финансирующей организации является риск спроса. Я прошу прощения, а вот что значит автоматический платеж? Что имеется в том, то есть платеж публичного партнера безотносительно достижения этапа и подведения этого? Это своего рода поскольку платежи банков привязаны к конкретному сроку ввода в эксплуатацию, соответственно заложена модель поступления выручки из этого будут первые платежи, то там есть в финансовой модели инвестиционная часть и эксплуатационные расходы. Эксплуатационных расходов пока нету, соответственно остается только инвестиционный платеж. Вот этот инвестиционный платеж он фиксированный, расчетный, понятный с самого начала если нет увеличения капельса, что увеличиваться стоимость соответственно вот этот инвестиционный платеж каждый квартальный партнер осуществляет публичный партнер в пользу частного последующего перечисления банка. То есть сдвижка сроков, которые всегда бывают в любом инвестиционном проекте это не повод государственно уходить от обязательств по графику достаточно смело мне кажется очень важно. Просто поскольку это связано с запросом банка. Потому что риск технологический с очень высокой долей вероятности в проектах с новыми технологиями будет риск двига срока. Чтобы банк не уходил в дефолт и случится неизбежно если не будет платежа первого по долгу то соответственно вот здесь вопрос только как долго государство может эти платежи осуществлять. То есть если сдвиг срока будет несколько лет то это конечно может быть отрегулировано в особом обстоятельстве. То если например в течение года проект не вышел на мощности не введен в эксплуатацию то соответственно государство по всей видимости будет выгоднее прекратить финансирование. Но это тоже от модели зависит конкретного проекта. А не продолжать бесконечно финансировать вот эту историю уже похожую на венчур. По риску спроса на эксплуатационном этапе наверное вопрос меньше всего это минимальный гарантированный доход вот стандартная форма поддержки. Технологический риск это такое очень емкое понятие его можно разделять долго на много различных еще менее значимых рисков. Но это тоже закрывается либо минимальным гарантированным доходом либо через особое обстоятельство. Но в любом случае проявление любых технологических рисков в промышленном проекте как правило в широком смысле можно на двух величинах отсмотреть и увидеть. Первое это неуполнение производственного плана по объемам второе неуполнение производственного плана по срокам. Соответственно все они выражаются вот в этом и в этой связи минимальный гарантированный доход это как раз то что может проектом помогать сохранить риски перед финансирующими организациями. На этом слайде останавливаться подробно не будем. Константин уже ключевые изменения которые необходимо внести подробно осветил. Я в заключении хочу сказать что позвольте остановиться мне кажется очень важно эта история которую не затронул Константин но она у вас указывается в материалах откуда идет актуальность внесения изменений критерия лица находящихся под контролем государства неужели есть запрос со стороны государственных компаний на участие в этих проектах и вот это ограничение от закона мешает им может везет чуть-чуть подробнее под проект кстати проектов сказал мне казалось мне кажется это важно тогда я коротко по всем пройдусь по тем по которым Константин не спасибо да мне кажется это важно хорошо по возможности заключения я заключу без проведения конкурса с частным лицом это практика реализована в консессионном законодательстве достаточно эффективно там работает и на этом есть запрос и со стороны рынка и со стороны публичных партнеров в настоящее время закон государства АГЧП не предполагает возможности возможности заключения соглашения АГЧП без конкурса с конкретным лицом это накладывает массу вызывает точнее массу сложностей начиная от сроков заключения СГЧП потому что даже при инициативе частной 45 дней заявка должна отвисеть для бизнеса это конечно если взять сейчас сроки процедурные заключения СГЧП то там конечно сроки гибкие но если по верхним границам пройти это год примерно процедура занимает публичность как бы она все там пользоваться что ли она ничего кроме задержки по времени не дает по большому счету особенно в таких проектах которые кажутся по себе эксклюзивные то есть повторить сложно точно известно кто будет другим конкурентом зато либо монополист и тот кто владеет технологией или уже занимается этим производством поэтому это конечно решение важное мы его очень ждем и рынок его в целом ждет по заключению СГЧП в отношении промышленного объекта который находится в собственности частного партнера тоже если у частного партнера есть завод который необходимо модернизировать и государству это необходимо сделать то конечно вот эта модернизация этот объект он должен частный партнер должен иметь возможность заключать СГЧП в отношении именно вот этого конкретного объекта в том числе земельного участка да с точки зрения вот вашего вопроса по изменению критерия критерия по определенным лицам которые находятся под контролем государства здесь сейчас закон достаточно жестко трактует что на стороне частного партнера может выступать только лицо которое не находится под контролем государства вот обращаем внимание и анализируя текущую структуру экономики российской да и тенденции которые в отдельных отраслях складываются мы видим что во многих отраслях наблюдается процесс консолидации активов например и игроками которые этой консолидации занимаются являются собственно компанией с государственным участием это те у кого сейчас огромное количество компетенций и ресурсов сосредоточено